Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, смотря когда вы смотрите это видео. Мы выбрались в сад к знакомым и такая жара 30 градусов. Да, Ася? Да. Да. Я тут в машину присела, телефон взять и думаю, вам надо записать. В общем, дышим свежим воздухом, 30 градусов показывает машина, хотя она в теньке, вот, так скажем, от такого старинного сооружения с небольшим, более современным пристроем, да. Вот, не знаю даже сколько лет этому дому, очень-очень много, я думаю. Вот, ну, в общем, садом тут занимается. Мама, в общем, в этом году помогает. Помощник. Ну, и мы так иногда здесь бываем, получается. Ну, в общем, сегодня выбрались. А, кстати, небо-то, посмотри, призатягивает маленько, но сегодня... Она горячая. Шанька? Может, ее облить? Ой, Шанечка, как жарко, черненько. Она подумала, что если я в машину села, то все, мы уезжаем. Ну, ладно, не буду. Ну-ка еще позови ее. Шань, пойдем? Пойдем. Ну, нет, она не хочет. Она не хочет, она... Надо перестраховаться, Шанька. Решила, а вдруг хозяйка уедет, чтобы ее случайно не оставила. Я даже не думала, что так жарко. Дома сидишь, одна погода. Мама дала мне тут майку, я ее тут приодела, призавязала. Она говорит, ты в этой майке не утонешь. Я говорю, не знаю, говорю, давай, что у тебя есть, потому что в футболке просто невыносимо жарко. Я, в общем, намазывала солнцезащитным фактором тридцаткой, потому что солнце очень-очень яркое. Максима занимается разжиганием мангала и, в общем, будем жарить шашлыки, дышать воздухом. Смотри, как небо затянуло, ты видел? Ого! Ну, в общем, наслаждаемся погодой, природой и красотой. Вообще, такой зелень такая сочная, классная. Вон Шанька сидит, еле дышит, но перестраховывается, думает, чтобы ее на всякий случай не оставили. Шань, пошли водичку пить, а? Мы сладкий. Зайки, иди ко мне, иди, иди ко мне, я тебя почелюю. Ой, вот. Ой, какая вкусная губная помада, да? Будешь еще целоваться, Шань? Шаня, Шаня, иди почелюю, иди почелюю. Шань, нет? Не дай поцелуешь, иди почелюю. Зайки, Санечка, не хочешь? Ну, ладно, скажи, у меня тут свои дела в окошко смотреть. Ой, как интересно. У соседей здесь две собачки. Мини-пудель и мопс. Мини-пудель. Девочка, ну, ей года два с половиной, наверное. А мопс такой вообще старенький-старенький. Уже еле-еле ходит. И соседка Лариса говорит, я вообще, говорит, думала, что он уже не это. В прошлом летом думали, говорит, все, последний. Последний год у него ничего. Ему пережил. Сейчас в саду расходится. В прошлом году расходил, сейчас расходится. У него даже задние лапки как-то так прям заносит. Ему лет так, наверное, уже она сказала 12, что ли. Вот, и это Шаньки наши 10. Такие вот долгожители уже. Да, зверь ты мой сладкий. Как только сели утром завтракать, и Шанька скулит, скулит, скулит под столом. И, в общем-то, мы не поймем, что она скулит. Вот, и воды налили, и еду положили. Думаю, что же она скулит, что же она там вообще просит. А, кажется, я-то чайник кипятила в термос. А она услышала звук чайника, и она сразу понимает, что так, куда-то едем за город. Значит, ее тоже нужно брать. И она скулит, и начинает о себе напоминать, чтобы ее не забыли. Чтобы ее не забыли. Я тут, я тут, я тут. Я маленькая, но вы меня не забудьте. А, ветерок. Ой, как хорошо. Вот, и мы сначала не поняли, что она скулит. Я говорю, есть хочет, пить хочет. Нет, она, оказывается, напоминала о себе, что, что я тут. Я убрала этот термос с ее виду, все, и она успокоилась. Ну, и, в общем, Звет, ты мой преданный. Мой хороший, девочки. Мой сладкий. Все-таки собаки, это и вот кошки, у кого домашнее животное. К ним так привязываешься, их так любишь, как, не знаю, как третий ребенок какой-то. У кого, может быть, третий, четвертый, у кого по счету какой у меня, как третий. Хотя дети смеются и говорят, мам, какой он третий ребенок? Какая она, говорит, третий ребенок, если она по возрасту, ей 10 лет, по собачьей, что-то, или я там посмотрела, ей лет 60. Какой она, третий ребенок, если, говорит, она, говорит, уже бабушку нашу догоняет. Я говорю, ну, неважно, неважно, зато она умная, она все понимает. Да? Чубакин. Шаня. Шанечку. Зоечкину. Красотка моя хорошая девочка. Максим, жарожок, уже смотрю, огонь горит, так что сегодня будут шашлыки. Так, последний раз, когда мы там жарили 9-го, потом еще 10-го мая ездили, и вот теперь, получается, сегодня тоже выбрались. Ой, так, дымком уже за это завоняло. Дрова рубит, колит, рубит. В общем, как-то так. Как-то так. В общем, развлекаемся. Красота. Как у вас настроение, как у вас погода. Что у вас вообще, пишите обязательно. Мне тоже очень интересно. Все ваши комментарии, спасибо, что вы их пишете. Очень всегда читаю, отвечаю, улыбаюсь. Вам всем приветы шлю и всякие-всякие благости, потому что вы все такие хорошие. И мне кажется, всегда добро возвращается, это реально. Это реально, когда вы пишете добрый комментарий, то вы посылаете добро, и добро к вам возвращается. Ну вот это вот, это реально работает, это реально действенно. Так, это на заднем фоне Максима Толстовка. Он ее натянул, я ее убирать не стала. Думаю, вас это не смущает Толстовка, мои вот эти завязанные лямки. Лямки и, в общем-то, все остальное. Как у вас там? Отлично. Замечательно, замечательно, раз все отлично. Максим пришел с работы, поспал, наверное, часа три или четыре, и вот мы, получается, поехали. Он говорит, я уже тоже хочу куда-нибудь вырваться. Хочется так за город, хотя многие ездят, но мы что-то пока, в общем, не решались, потому что в основном мы ездим за городом, это в сторону и леса на стороне Башкирии. Ну, не знаю, Максим, что-то так скажет. Ну, давай пока подождем. Вот, у нас все в регионе снижены всякие вот эти вот ограничения снижены. Можно, в общем, гулять, выходить с детьми, там, вот это все, заниматься спортом. Ну, там, дистанцирование, это само собой понятно. Вот, но вот это вот все хотя бы можно, там, в сады, само собой ездить, там, и, как бы, вот, хотя бы, слава богу. Вот, так что вот мы и развлекаемся, как можем только. Как у вас, как у вас напишите, как у вас, что у вас. Здорово, батюшки. Батюшки, без здорово. Ребятишки в сад выехали, и по дороге уже, Люшка говорит, что-то нос это закладывает. Я говорю, что-то опять зацвело. Он говорит, не, уже что-то похоже, да. Или тополя полетели немного, или одуванчики уже такие стали в кое-каких местах, и вот у него на это есть. Он говорит, что-то нос прям это закладывает. Вот я говорю, ну, природа, погода, и поэтому аллергия. И, может быть, ой, чуть вас не уронила. Представляете, руки немного в креме, и прям телефон съехал. Вот, надеюсь, вы видите, там не ушиблись. Так что вот. А, кстати, ой, я забыла, мне там посылки же пришли. Сегодня из ДЭКа звонили. Завтра должен курьер доставить. И еще на почте мне извещение. Вчера, вчера что-то прилетело. Вчера я в этом почтовом ящике нашла извещение. Не сходила на почту, там еще тоже посылочка. Там косметическая будет от двух компаний, фирм. Оз Органик, вы знаете, я это сколько раз вам уже по ссылочке показывала. Разные косметические средства. И в пустых даже баночках уже, что заканчивается от Оз Органик. Да, Органик Зон. Да, вот. И от Реше посылочка. Да, так что, в общем, все потом увидите на канале, как получу. Обязательно все сниму, покажу, что у меня там, что в этих посылочках. Что там, какой косметосик у меня. Ну что, посмотрю, что там ребятишки делают, да. Шаньку надо напоить, водички ей налить, а то она до последнего будет. А потом просто упадет без задних лап, как говорится. Это вот про нее, это точно. Пойду посмотрю. В общем, костер горит. Ай, красота. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дети не очень серые любят Дети не очень серые любят Так, сметану просто квасеную Вот к ту вурку Упаковку булгура Global Village Так, и взяла такие вот чипсы Пицца 4 сыра Да, вот Ну и собственно все Разные, разные вуркаши Геркулес Такую и такую Вот это потом Откроем с вами Будем открывать Ну, вы напишите Кто пробовал Кому нравится вообще Кому как Интересно очень, да Ну и все, собственно Из всех покупок На сегодня Ну что вы этот день Провели вместе со мной Я вас обнимаю Очень крепко Целую и говорю вам Пока-пока До новых встреч на моем канале Продолжение следует...